коллеги приветствую я александр молчанов и каждый кто сделает репост этого видео в своих соц сетях получит сегодня подарок от вселенной сегодня я раскрою вам первый и самый главный секрет гениальности важнейшая часть работы писателя это отдых если вам не пишется первое что нужно сделать это отдохнуть именно так то есть если прямо сейчас вы находитесь в состоянии творческого ступора самое лучшее что вы можете сделать это встать из-за компьютера и немного отдохнуть пойти прогуляться позаниматься спортом принять душ перерыв полчаса в час освежит вас и значительно повысит вашу продуктивность именно отдых вы должны планировать в первую очередь писатель должен любить и уметь отдыхать более того если вы не запланировали отдых сами то ваш организм заставит вас отдохнуть причем сделает это очень неприятным образом с помощью какой-нибудь болезни которая свалит вас с ног в самый неподходящий момент вообще в нашей культуре отдых ассоциируется с ленью мол отдыхать стыдно нужно работать круглосуточно без выходных и отпусков люди гордятся тем что выходят на работу даже при высокой температуре даже в свой отпуск даже когда в их семье происходят какие-то важные события считается что позвонить кому-то поздно вечером или выходной по рабочему вопросу это не хамство а чуть ли не доблесть отдыхаешь как ты можешь мы ведь работаем не ведитесь на эту чушь количество времени которое вы тратите на работу она действительно связана с вашей продуктивностью но пропорция обратная чем больше времени вы тратите на работу тем менее вы эффективны для начала давайте разберемся что такое усталость есть три вида активности физическая эмоциональная интеллектуальная за каждый из этих видов активности отвечают разные отделы мозга соответственно и устаем мы от них по-разному значит и отдыхать нужно по-разному с детства мы помним что отдых это перемена занятий соответственно и отдых от каждого вида активности должен быть связан с переменой вида активности начнем с физической активности предположим что вы весь день косили сено или разгружали вагоны естественно к вечеру вы валитесь с ног и все что вы хотите это упасть и не двигаться но вот вы возвращаетесь домой где вас ждет любимый человек или домашнее животное или ваша любимая коллекция марок что-то что вызывает у вас явно позитивные эмоции и вы забываете о своей физической усталости и отдаетесь своему любимому занятию и чувствуете вы себя от этого не уставшим отдохнувшим почему потому что вы переключаетесь с физической активности на эмоциональную если вместо любимого человека у вас любимая книга от которой вы не можете оторваться до утра значит происходит переключение с физической активности на интеллектуальную другой вариант вы готовились к сессии 3 недели зубрежки консультаций зачетов экзаменов к последнему экзамену ваша голова дымится ну вот зачетка заполнена сдана в деканат какой лучший отдых от этого физическая активность косим сено разруже разгружаем вагоны танцуем на дискотеке то есть отдыхаем на полную катушку что же касается эмоциональной усталости она возникает тогда когда вы в течение долгого времени испытываете какую-то одну эмоцию например страх или подавленность или тревогу впрочем позитивные эмоции они тоже могут очень сильно утомлять в начале своей карьеры я работал в юмористическом журнале а потом в юмористической телепрограмме сценаристом так вот мало где я видел таких мрачных депрессивных мизантропически настроенных людей какие работают в юморе вот постоянная генерация позитива она так утомляла их что они компенсировали эмоциональное утомление негативом в жизни от эмоциональной усталости можно отдыхать переключаясь на физическую интеллектуальную активность а можно меняя эмоциональный минус на плюс и наоборот если в вашей жизни преобладают позитивные эмоции можно искусственно добавить негатива именно поэтому в благополучных странах так популярны социальные драмы и фильмы ужасов пристрастие к монстрам и к свинцовым мерзостям бытия это не извращение это потребность смене эмоционального фона если вы уяснили основные принципы отдыха давайте займемся планированием первое после каждого часа вашей работы планируйте пятиминутный перерыв в перерыве мы должны сменить вид деятельности то есть если вы разгружаете вагоны вы должны сесть и расслабиться если вы пишете или читаете нужно оторвать глаза от компьютера и сделать пару приседаний если есть возможность выйти на это время на улицу или на балкон отлично в крайнем случае можно просто подойти к окну и выглянуть на улицу соцсети компьютерные игры телевизор все это не считается то есть здесь смены смены вида активности не происходит вы не отдыхаете то есть вот это вот я поотдыхаю часика 2 почитаю соцсети ли я поотдыхаю поиграю в компьютерную игру это не отдых смена вида деятельности не происходит вы вы продолжаете нагружать свой мозг дальше каждый день нужно сделать большой минимум в час лучше в два перерыв в середине дня отлично если есть возможность во время этого перерыва поспать минут двадцать больше не нужно вот 20 минут самое то вечером обязательное замедление не работает до ночи пока голова не у не упадет на клавиатуру обязательно заканчивать работу за два-три часа до сна и в это время расслабиться замедлиться сон от 7 до 9 часов в зависимости от вашей индивидуальной потребности во сне раз в неделю выходной если не получается отдыхать уикенд устройте себе выходной посередине недели и помните какие бы ни были дедлайны за парке аврал и выходной раз в неделю это блин святое чтобы никто не посягал на этот ваш день запланируйте на это время какой-нибудь отдыхательный подвиг ну не лежите дома на диване а например съездите покататься на лошадях или поиграть в теннис конечно если ваша ежедневная работа связана с катанием на лошадях или игрой в теннис тогда да тогда диван и книжка это будет очень в тему 3-4 раза в год это отпуск не меньше двух недель и лучше где-нибудь вообще подальше от источников усталости и без телефона без доступа в интернет об опыт показывает если планируешь отдых но остаешься в городе и есть доступ компьютере компьютеру ты просто встаешь утром заглядываешь почту пишешь пару писем делаешь пару звонков назначаешь пару встреч короче просто работаешь так же как в обычное время безо всякого отдыха отпуска итак запомните секрет гениальности номер один отдыхайте встраивайте отдых ваше ежедневное и постоянное расписание я александр молчанов с вами все в порядке числа